С 15 июля до 1 ноября этого года начался прием заявлений на единовременную выплату на детей от 6 до 18 лет людям с инвалидностью и лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать образование. В основном всем называют это пособие выплата школьникам. И вот у многих колымчан возникает вопрос, смогут ли получить деньги родители тех детей, которые ушли учиться в учебное учреждение после 9 класса, так и не достигнув 18 лет. Об этом расскажет управляющая отделением Пенсионного фонда России по Магаданской области Светлана Коруленко. Главный момент – это возраст ребенка, он обозначен в порядке выплаты, в указе президента это было. Это дети от 6 до 18 лет и далее от 18 до 23, если человек является инвалидом, либо он продолжает обучаться в связи с тем, что у него ограничены возможности здоровья. Поэтому нет, это неважно, факт обучения. Вот по второй категории, которую сказала инвалиды и с ограниченными способностями, возможностями здоровья, извините, там идет на федеральном уровне перепроверка и подтверждение факта того, что он обучается. Напомним, что размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Если в семье больше одного ребенка, то сумма выплачивается на каждого. Эти деньги как доход семьи не учитывают при предоставлении иных мер социальной поддержки. Уже 16 августа единовременная выплата будет зачисляться на карты всех платежных систем и на банковские вклады тех родителей, которые подали заявление вовремя.